Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлайн. У меня сегодня грандиозное событие. Мне отдали ключи от моей новой старой квартиры. В общем, я в Ельце. Друзья, кто подписан на канал, тот, наверное, знает. Я очень долго выбирал себе квартиру. Купил вот в этом особняке 19 века. Это центр города. И сейчас готов вам ее, собственно, всю показать. И сарай показать, и квартиру показать. Единственное, подвал не покажу. Мне ее пока не отдали. В общем, пойдемте смотреть. Ее освободили от мебели. Должно быть интересно. Вот такой вот дом. Немножко треснувший, но с железной обвязкой. Вот тот голубое здание. Это краеведческий музей города Ельца. То есть, ну, мы находимся в центре города. Вот, для понимания. Для понимания, кто был в Ельце. Вот куранты. Собственно, он в том доме. Вот рядом дом стоит. Там у меня уже есть квартира. Я ее уже сдаю туристам. И делаю это успешно. Собственно, вот такой вот дом. Кирпичный, хороший. Вот здесь тоже планирую сделать ремонт. И, собственно, сдавать туристам. Пойдемте сначала сходим в сарай. Покажу, что мне в сарайчике досталось. С квартирой шел участок земли. Вот у нас есть соседка. Участочек земли, получается. Вот калитка. И вот это заросшее, вот до дерева. Это мое. Здесь из прикольного есть смородина. Вот черная смородинка. И несколько кустов классной красной смородины. Во! Я вроде не знаю, почему она мне нужна, но она мне есть. Еще и виноград от соседей. Вот. Вот так выглядит. Да, это вот. Вот моя земля. Можно, наверное, расчистить и сделать какую-нибудь парковку. Или гараж поставить. Ну, или построить беседочку. Пока думаю. Пойдемте. Сарай покажу. У каждого. У каждой квартиры есть сарайчики. Это обязательно. Раньше уголь в них хранился. Вот. А сейчас. Ну, тут у меня двойной объединенный сарай. У второй я пока не долез. Ну, покажу. Один крыш течет. Хреново. Но, как бы, зато он есть. Инструменты положить и прочее. Что-то для ремонта всегда будет приятно. Ну, естественно. Чуть-почуть захламлен. Тут есть, видите, гантелька. Лобзик. Молоточек имеется. Все нормально. Какие-то двери. Что-то еще. Ну, тут надо разбираться, друзья. Много всяких стройматериалов. Художница у меня. Его художница купил. Видите, тут еще картины. Вот они. И вот еще рама какая-то. Тут, кстати, много картин было. Я уже части отнес. Потом как-нибудь вам покажу. Вот. Люстру вот там. Ну, то есть сарай. Еще есть где поковыряться. Это часть сарая. Вторая. Она с дырявой крышей. Тут, видите, все протекло. Ну, какие-то брусы еще, наверное, можно использовать. В общем, сарай. Это отдельная история. Он у меня есть. Это хорошо. Вот. Паяльная лампа, видите, имеются какие-то доски. Но это художница, что-то под картины было. Тоже день применю. Такая басня. Вот там бутыли. Ну, короче, нормально. Для рукаства мужика вообще идеально. Вот там картины две лежали. Точнее, три. Я достал там еще что-то есть, но это потом. Вот женщина и какой-то дядечка. Ну, это холст. Тоже неплохо, мне кажется. Короче, покупайте квартиры у художников, друзья. Так, ну и пойдемте в подъезд. Подъезд такой. В 70-х годах был капремонт. И, соответственно, сделали лестницу. Он достаточно чистый. Тут бабушка прибирается. Вот. Есть проблема в квартире, друзья. Это отсутствие ванны и туалета. Ну, потому что купил я всего лишь за 1 миллион рублей. Вот. И смотрите, где туалет. Вернее, туалет есть в доме. Но он вот здесь. То есть, чтобы вы понимали, моя квартира. Вот за той дверкой желтой номер 7. Вот. А здесь, ну, типа, на этаж есть раковина и туалет. Вот. Главный собор ельца. Еще один храм. Тут из туалета самый хороший вид. Он жена моя с бабкой разговаривает. Вот. Но, ввиду того, что есть канализация в доме, ввиду того, что есть вода в доме, то, я думаю, в квартиру провести будет не проблема. Так, это осталось от кота. Вот. Скоро тоже уедет отсюда. Вот. И, собственно, вот мой тамбур. Моя квартира номер 7. Вот эти ящики. Это мои ящики. Это мои хозяйки осталось. Соответственно, они тоже все пойдут на мусорку. И здесь можно будет сделать симпатично. Ну, и давайте смотреть квартиру, что мне досталось за 1 миллион рублей. Все, хозяева выехали. Видео с этой квартиры уже было на канале, но тут было захламлено. Какие-то коты, хозяйка, ничего не понятно. В общем, квартира двухкомнатная, прихожая 2 квадратных метра. Соответственно, здесь хотим сделать шкаф. Потолки высокие, здесь высокие потолки, а здесь еще выше, здесь 3,20. Вот. Но все по порядку. Вот. Соответственно, заходим в прихожую. Вот. Дверь буду максимально медленно и подробно показывать. Всегда вы просите. Показываю медленно. Проводка новая сделана несколько лет назад. Обои, понятное дело, обдирать. Вот. Вот опять, видите, художница жила. Она рисовала олень. И здесь олень. Вот это попробуем как-нибудь сохранить. Это символ ельца олень. Его герб. Так, здесь кухня. Кухня 9 квадратных метров. Вот такая вот. Сейчас самое главное, что в этой квартире есть газ, есть отопление. На той квартире у меня вообще печка стоит. Но она газовая, но печка. Здесь АГВ, и это хорошо. Во многом из-за этого мы и купили. Соответственно, есть газовый счетчик. Раковина, газовая плита. Что здесь планируем сделать? Здесь мы планируем в этой комнате сделать, собственно, санузел. Вместо газовой плиты поставить душевую кабину. То есть газовая труба убирается. Половина окна закрывается. Да, здесь будет только половинка окна. И здесь в углу стоит душевая кабина. В этом углу, соответственно, туалет. Вот. И вот здесь вот небольшая раковина. АГВ так и остается. Может быть, как-то чуть-чуть ее прикроем, чтобы она как-то за стеночкой была. Сделаем какую-нибудь фальш стену. В целом вот так вот. То есть это получается у нас кухня, которую мы хотим превратить в санузел и бойлерно-котельную. Так назовем это дело. Вот. Вид из окна отсюда. Ну, симпатично. Просто во дворике. Здесь очень большие окна. Высота окон больше двух метров. Вот замените окно. 25 тысяч стоит, а их пять. Ну, точнее, одно заменено, а здесь деревянное. Так, переходим мы теперь в основную часть квартиры. Здесь из плюсов есть отопление. Огромные совершенно окна двухметровые. И огромный высоченный потолок. Вот. Все окна выходят во двор. Соответственно, в этой комнате два окна. И в той комнате еще два окна. Уже приволок картины с сарай с собой сейчас. Вот. В этой комнате мы планируем сделать кухню. И типа кухня-гостиная, скажем так. Пока по плану. Либо мы размещаем маленькую кухню вот здесь. То есть мы в ванну туда к стояку протягиваем канализацию, воду. И вот здесь вот делаем маленькую кухню. Либо мы кухню сделаем вот здесь. Дальше. Здесь должен еще встать диван. Второе спальное место. Потому что квартира двухкомнатная. Мы хотим, чтобы она была семейная. То есть маленькая кухонка. Диван, который раскладывается. И здесь, допустим, у нас может быть дети спать могут. И стол в этой комнате. Все. Здесь типа вот гостиная, обеденная зона. Если совсем заморочиться, то, конечно, хотелось бы сделать квартиру антресоль. То есть сделать вот тут балкон. Да, туда кровать. Под балконом у нас, соответственно, кухня. И здесь диван. Пока думаем. Друзья, можете написать в комментариях, как думаете, стоит или не стоит делать антресоль, собственно, в этой комнате. Пополам. Ну, они чуть прогнутые. Да. Это дубовые доски. У дома перекрытия деревянные. Соответственно, менять их нет никакого смысла. Толстая, огромная доска. Скорее всего, сверху поселим ДВП или фанеру. И потом либо ламинат, либо линолеум, либо что-то еще. В общем, на что денег хватит, скажем так. Вот. Из интересного здесь есть, ну, вы, наверное, обратили внимание, двери. Классные, которые мы обязательно сохраним. Они старые, они красивые. Здесь стекла. Здесь, собственно, глухие. Вот такие. Тоже тут больше двух метров высота дверей. Вот. Прям ничего с ними делать не будет. Вот как есть, они вот так и останутся. По идее, хотелось бы сделать из квартиры, ну, типа, идея такая. Гранд Будапешт. Вот. Толщина стен, обратите внимание, больше метра. Вот. Но так как художник жил, и картин очень много и в сарае, и здесь картины есть, то, может быть, это будет квартира художницы. Такая питерская квартира с большими окнами, открытая студия с антресолью. Ну, это пока мечты. Вот. И здесь вот у нас основная комната. Тоже два огромных окна. Вот. Люстра. Вторая люстра в сарае, вы видели. Тоже на такой длинной палке. Здесь тек подолок. Но я сегодня лазил на чердак. Вроде там все нормально. Крышу не так давно чинили. Проводка в уродском состоянии. Надо бы с ней что-то делать. Ну, не суть. Вот. Вот такая вот комната. Собственно, в этой комнате две кровати. Ну, или одна большая кровать. И с видом на рассвет. Вот там даже лес вдалеке виднеется. Вот. Огромная, светлая, красивая. И здесь шкафчик. Вот такая вот квартира, друзья. Чуть больше 30 метров она вся. Сейчас попробую вот так вот. Вот так, может быть, лучше видно. Чуть больше 30 метров вся квартира. Миллион сто. Она мне обошлась. Так, впереди у меня, ну, я надеюсь, год ремонта. В следующем году закончу. Буду принимать гостей. Буду принимать туристов. Ну, и как бы вот это видео для вас снимаю. Ну, и для себя, наверное, тоже. Чтобы, знаете, вот, типа, было. Было. И потом, надеюсь, когда-нибудь сниму видео. Такое же стало. И можно будет сравнить и понять, получилось у меня что-то или нет. Максимально подробно, друзья, показал вам квартиру. Здесь еще из интересного есть подвал. Туда обязательно тоже мы сходим, когда меня дадут включить. Тут есть чердак. Я на него сегодня лазил. Там надо разбираться, что называется. Надо поподробнее поизучать, естественно. Сарай. Найти там еще картин. Найти там еще клады. Ну, и, конечно, буду снимать весь ремонт, друзья. Каждый этап. Буду с вами консультироваться. Сейчас уже можете в комментариях написать, что вы об этом думаете. И чтобы вы здесь сделали, очень нужны, на самом деле, ваши советы. Когда делаю прошлую квартиру, много чего советовали. Много чего пригодилось. Подписывайтесь, чтобы посмотреть, во что это превратится когда-нибудь. Или я не справлюсь. И все будет плохо. Миклух Макфлайн. Можно лайк поставить, поддержать меня. У меня впереди очень много работы. Но я счастлив, потому что сегодня забрал ключи. Подписка, лайк. Пока-пока. Пока.